В Южной Корее растет число жертв коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, передает Вести РУ. 17 июня здесь скончался еще один пациент. Он стал 23-й жертвой вируса. Всего в Южной Корее зафиксировано 164 случая заражения вирусом верблюжьего гриппа. Заболевание начинается как обычная респираторная инфекция. Она сопровождается лихорадкой и кашлем. Однако быстро заболевание переходит в тяжелую форму пневмонии. Лекарства, способного вылечить этот вирус, не существует во всем мире. Венгрия построит четырехметровую стену на границе Сербии, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, передает Евроньюз. С начала года страна пропустила через себя 54 тысячи сербских мигрантов. Иммиграция – одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается Евросоюз. Страны ЕС ищут решения, но Венгрия более не может позволить себе ждать, отмечают в венгерском правительстве. Предполагается, что барьер будет возведен на участке границы протяженностью 175 километров. На июльском саммите в Уфе будет рассмотрен вопрос о начале присоединения к ШОС Индии и Пакистана, передает Интерфакс Россия. В то же время сейчас вхождению Ирана в состав ШОС на правах полноценного участника препятствует нахождение под санкциями Совбеза ООН. Отметим, что ШОС не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности, а занимает промежуточную позицию. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государство участников. В состав шанхайской организации сотрудничества также входит Казахстан. Президент Египта Абдельфаттах Ассиси по случаю начала 18 июня священного для мусульман месяца Рамадан помиловал 165 заключенных, сообщает РИА Новости. В число помилованных вошли те, кто получил наказание за нарушение египетского закона о демонстрациях. Этот закон позволил справиться с бесконтрольными акциями протеста когда-то, но египетское руководство подверглось до принятия непопулярного закона критики как внутри страны, так и за ее пределами. Медицинские субсидии для жителей Байконура планируют предоставить правительство России, передает Интерфакс Россия. Ожидается, что финансирование будет ввестись из федерального бюджета России. Кабмин также обсудит распределение средств в Байконуру на своевременное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием детей-инвалидов. И к казахстанским новостям. Больше стаж, больше пенсия. В Казахстане намерены упорядочить систему пенсионных выплат, передает телеканал Хабар. Этот актуальный вопрос обсуждали накануне в Сенате. Отмечается, что с июля 2017 года размер пенсии будет зависеть от трудового стажа и стажа участия в пенсионной системе. Выплаты будут рассчитываться с учетом трех компонентов. Это базовая пенсия от государства, условно-накопительная часть за счет работодателя и индивидуальные 10-процентные взносы самих граждан. Более 10 миллионов тенге заработала жительница Павлодара, притворяясь смертельно больной, передает корреспондент Ингри Ньюс Кейзет. Как рассказали в полиции, женщина говорила своим знакомым и друзьям, что страдает онкозаболеванием и срочно необходимы деньги на операцию и лекарства. В данный момент жительница Павлодара подозревается в девяти эпизодах, но в полиции отмечают, что их может быть гораздо больше. В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование. Женщина водворена в изолятор временного содержания. На полученные деньги она собиралась уехать на постоянное место жительства в Россию к дочери. В Атрау доставили двух лжецелителей, которые путем мошенничества завладели более двумя миллионами тенге, сообщили ВВД Атрау. Как выяснилось, заявление о мошенничестве подала в полицию жительница Атрау. Лжецелительница 25 и 27 лет дали объявление на местном ТВ. Первым клиентом оказалась 58-летняя жительница Атрау. За немалую сумму мошенницы обещали вылечить ее больного брата, пояснили в городском управлении. Получив деньги, мошенницы скрылись, а через несколько дней их задержали в Тимиртау. И к местным новостям. В Актюбинском областном экономическом суде рассмотрены дела о незаконной застройке и невыплате зарплаты. В первом случае хозяйка овощного магазина, расположенного по адресу Аблухайрхана, 58, возле магазина Тост, решила увеличить площадь помещения и сделала к нему пристройку. В суд на нее подали сразу три государственных ведомства. Исковые требования в зале суда предпринимательница признала. В нашей области будут построены дороги почти на 10 миллиардов тенге. Накануне в Актюбе прилетела депутатская комиссия от партии Нуратан из Астаны для ознакомления и проверки проекта строительства новых дорог. Главный Актюбинского филиала КАЗ «Автожол» Баглан Баймагамбетов предоставил депутатам Ажлиса парламента Мухтару Тяникиеву и Глебу Щегельскому два основных проекта новых дорог – Самара-Астрахань-Шимкент и Орское направление. Новые дороги будут построены вне города. Этим обездные трассы уберегут в нашей Актюбе от переизбытка транзитных большегрузных автомобилей, разбивающих городское дорожное полотно, а также увеличат в два раза, по оценкам специалистов, поток международных грузоперевозок. Представители партийной комиссии добавили, что в целом по Казахстану на строительство новых дорог выделено 3 триллиона тенге, а их задача – следить за целевым использованием каждого народного тенге. Для всех мусульман планеты наступил священный месяц Рамадан, сообщает корреспондент Игринюз Кейзет. Пост завершится 16 июля, после чего 18 июля начинается праздник Ураза-Айт. Ночь могущества и предопределения Ля-Ля-Туль-Кадр в 2015 году приходится на ночь с 13 на 14 июля. В течение всего периода Рамадана соблюдается строгий пост Ураза, который подразумевает отказ от воды, еды и интимных отношений от наступления утреннего намаза до наступления вечернего. От Рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, престарелые люди, дети младше 7 лет, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам. Например, воины и путешественники. Сайт www.riko.tv.kz Самые актуальные новости, самые интересные темы. Самые актуальные новости, самые интересные темы. Продолжение следует...